По мнению чиновников из-за российского министерства образования, школьный курс литературы сужает возможности для самовыражения. Уже с этого года выпускники получат возможность написать вместо итогового сочинения эссе на свободную тему. Оценивать его будут в виде зачета или не зачета, а не по обычной пятибалльной системе. Какие знания преподаватели ждут от старшеклассников, выяснял Максим Ларин. Сочинения как форма проверки после все вытесняющих ЕГЭ постепенно возвращаются в школьную программу. Словесник со стажем Ольга Анашкина рассуждает о необходимости подобного испытания. Форма эссе – дополнительный бонус. От школьников потребует не только опираться на текст классического произведения и мнение известных критиков. В первую очередь будет интересна личная гражданская позиция. Впрочем, и тематические направления дают свободу. Творчество Лермонтова, тема войны, человека-природа, спор поколений и, наконец, самая свободолюбивая полемика может получиться в разделе нравственных принципов. Чем же живы люди в веке 21-м? Самое главное, чтобы ученик показал свое «я». Самое главное, чтобы он выразил свое отношение к тому, что происходит вокруг. Ну и, конечно, он должен как-то сообразовывать свои представления о дне сегодняшнем, о дне завтрашнем, о своем будущем. Сухие цифры самого творческого задания. Пять тематических направлений и пять критериев оценки. Итог по принципу «зачет-незачет». Две основные волны сдачи – 3 декабря и 4 февраля. Для тех, кто не справится в первую волну. Цель, которую преследует это сочинение, не проверить грамотность учащихся, а посмотреть, как они могут выражать свои мысли, проанализировать, владеют ли они первоисточниками вот этой литературной базы. Педагоги уверены, время на подготовку пока есть. Тем более, что готовить детей словесники начали еще в прошлом году, с работав на опережение. Главное же было заинтересовать школьников. И нередко это получалось. Интересуюсь историей и особенно литературой времен XIX века. Особенно Первой мировой войны. Сегодня главная загадка – как быть, если и февральская волна для ученика окажется провальной. Впрочем, учителя уверены, даже если выпускникам не удастся прочитать весь объем школьной программы, подготовиться по выбранному направлению – вполне посильная задача. Максим Ларин, Евгений Леонов, Овести, Рязань.